здравствуйте дорогие друзья мы сегодня в гостях у сергея маренкова у нас середина января и вот такой огромный урожай различных цитрусовых культур в его домашней оранжереи это оранжерея пристроена к дому мы о ней рассказывали в предыдущем сюжете а сейчас будет рассказ вот именно об этом это мандарин ведь да да вот вообще у сергеев коллекции несколько видов мандаринов несколько видов лимонов несколько видов апельсинов есть лаймы есть грейпфруты есть помыла в общем огромное огромное количество совершенно разнообразных вот таких цитрусовых культур это тоже какой-то особый сорт ну это мандаринчик вот которые все говорят вот запах нового года это все мы знаем с детства да и такие вот это мандарины выращиваются вот сорта от этого мандарина у нас выращиваются в абхазии и так сказать на нашем юге адлер там и так далее вот эти мандарины их называют абхазскими да ну к абхазии конечно они никакого отношения не имеют это это японские мандарины это из группы сатсума вот это в этой группе это вот они легко чистятся вот запах у них такой вот как бы своеобразный в эту группу входит достаточно много сортов там кавана васи он шил широколистные просто васи миогава ну и так далее их там несколько видов точнее сортов вот в принципе это как его вот хоть и разнообразие большое сортов во вкусовым качеством и по всему остальному для специалиста они почти все одинаковые ну то бишь они да они вкусные сладкие всегда это даже еще если они зеленоватые ну то бишь только начинает окрашиваться они уже съедобные например клементины их есть не будешь пока не пока они полностью не созрели и не повисели еще а эти вот они быстренько можно их уже даже зелеными это так сказать есть вот сейчас вот у нас середина января и к столу было сорвано тут для гостей огромное количество плодов да у нас детишки приходили калядовать вот пришлось тоже как бы им это в гостинице это обрывать по обрывать да так а вот это мандарины вот я дату какую-то там вижу написано фломастера то это было дата подкормки весной подкормки а вы знать какое дерево подкормил а какой нет сколько зреют вот эти мандарин потому что знаете какие вопросы к нам приходят на канал что вот висит 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 и никак не зреют то есть люди думают что мандарина созревает тоже так же как яблоко за три месяца нет цитрусы зреют от 7 до 9 месяцев в зависимости от сорта ну вот в основном 9 месяцев вот а то и дальше вот например грейпфруктом до полного созревания им месяц 12-13 надо висеть вот и поэтому как бы вот именно конкретно вот этот мандарин но достаточно где-то он в октябре уже начинает окрашиваться то бишь он уже давно висит вот пока окрашенный вот еще скажу вот эта группа вот сатсума да это какие вот эти мандарины они их нельзя передерживать на ветке но то бишь это как его вот они созрели это окрасились их надо срывать и есть почему потому что они внутри исчезает как бы плод сам исчезает он начинает высыхать он начинает высыхать и скукоживаться то бишь смотришь мандаринка висит красивая блестящая оранжевая открываешь а там почти нет ничего вот именно вот конкретно вот эти вот эта группа сортов вот например клементины это вот то что мы покупаем мандарины марокканские в магазине да это какие-то вот клементины как раз они их надо надо наоборот держать подольше на ветке чтобы вкусно чтобы они были вкуснее а вот эти вот их нельзя передерживать так вкус каким-то образом зависит от подкормок вот вы сказали что кормили когда конечно написанное отсуждение то есть это 10 марта была подкормочка какая-то весенняя сделана да так а можно сорвать какой-то плодик посмотреть что у нее там внутри вот сзади вас вот там вот 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 это вот вот это вот вы сказали что это да подкормка зависит то бишь это вкусовые качества зависит какой хромат когда же у нас камеры научиться передавать все это чтобы вот знаете ну все почувствовать всю прелесть вот этого плотненькие здесь еще не передержали не передержали все плотное красивое замечательное и чистится действительно они легко да очень легко прекрасный мандаринчик я могу попробовать да конечно чем вы нибудь их обрабатываете против болезней вредителей осмотрю вот опрыскивание то есть было это от сажистого грибка я опрыскивал этим ну каким-то медь содержащим препаратом но это было где-то посеред лето сажистый грибок как я понимаю это берется от обилие цветов да ну или или насекомые которые выделяют сладкие липкие вещества вот например там щитовка там или мучность червец вот они дают какие вот потом на нем поселяется и или когда очень обильно цветет с него падает нектар нектар на листья да потом вот на этом нектаре он подсыхает образует сладкую пленку на этой пленке поселяется грибок он особо как бы растение не вредит он потому что поверхностно живет вот но он затрудняет декоративный вид портит да и фотосинтез снижает так еще мне вот скажите пожалуйста вот сколько этому растению ну я полагаю это наверно с 8 года с 8 год то есть это порядка 10 лет и он до сих пор вот ведро то у него там 10-12 литров наверно 10-12 литр вот это ведерко и все ему всего ему хватает ну весной обязательно верхний слой менять насколько возможно то бишь берешь выгребаешь ложку конь телевилку даже можно порвать эти корни ничего страшного и таки я вообще как делаю разрыхляю беру старый пылесос и высасываю эту старую землю оттуда вот а потом составляю новую вот перед началом роста с удобрением там и с органикой например там костную муку можно добавить вот и верхний слой вот сантиметр на 3-4 это какие-то и на 5 это какие-то кладешь новый вот это вот вот на сезон вам и хватает но естественно все равно кормишь а подкормки вы говорили что вы чередуете минеральные органические в основном я использую фертика люкс вот ну такая розовая как сахар быстрорастворимая и конский навоз как корове сейчас конского мало где можно найти ну сейчас вот конский навоз стали продавать гранулированные в пакет ну там я не знаю что продают лучше все таки если если из подложки натуральный найти ну что ж замечательно вот такой вот деревце который вы видите какого роста кронут у него вот здесь вот заканчивается это вот естественно и он сам такую принял форму или все-таки тут какие-то обрезки предпринимают обрезки были конечно вот видно пенечки дает но вот эти вот сорта они многие это плакучие такая форма это самих самих веток но это видно что они изогнуты вниз вот поэтому как бы да у них это более плакучая форма вот но из этой же группы есть и прямо стоячие чем он размножается вы все прививкой а вот если например все люди хотят черенками это возможно нет особенно вот эта группа это вот именно сатсума да например ну еще клементина как-то там можно укоренить там ну там я не знаю 5 черенков из 100 может укорениться может быть и вот а эти нет эти почти никогда не укореняются очень за редким исключением прививкой вы говорите что вы занимаетесь в течение всего года и зимой даже но лучше наверное кто не умеет особо да лучше да с февраля где-то до марта да еще такой вот последний вопрос где вы берете вот эти вот свои черенки для прививки откуда у вас появляется вновь вот эти вот растения новые какие-то по разному то есть вы выписывается со всего мира да и и так тоже да это у меня из франции есть эти цитрусовые вон рука будды например из франции приехала в свое время потом в этом году получали из штатов и там есть институт в калифорнии вот несколько сортов новых но вот это это абхазский все это да это это проще достать как бы поехал и на море да и там нарезал этих веток и все понятно смотрите наши предыдущие ролики тоже там есть подробные сюжеты о том как сергей прививает почками рассказано все в деталях и все это можно посмотреть не один на два три сколько нужно раз чтобы действительно научиться и чтобы самим сделать такое растение следующие сюжеты смотрите у нас об апельсинах про фихуа поговорим и даже про декоративные растения